Будем идти в глубину познания полноты Божьей. Ефесянам, 1 глава, 3 стих. Я его еще раз повторю, и мы пойдем дальше. 1 глава, 3 стих. Благословим Бог и Отец нашего Господа Иисуса Христа. Он во Христе благословил нас всеми духовными благословениями небес. Мы уже благословлены. Мы уже имеем благословение небес. Если кто-то молился, Господь, дай, Бог уже дал. Молись, Господь, открой, что ты мне дал. Чем я благословен? Что я имею во Христе Иисусе? Какие благословения небес принадлежат мне и чем я еще не пользуюсь? Что мне еще не открыть? Знаете, я раньше так любил под Новый год смотреть в соцсети, кто какое пророчество выложит на следующий год. И мне интересно было. И я выбирал, где получше, где как бы вот больше резонирует. Мне это нравилось. Я, вау, классно. Сейчас я максимально вижу пророчество на 2024 год. Пролистаю. Чтобы глаз не зацепился и не схватить то, что может тебя, да, не касаться и увести в чье-то видение. Почему? Потому что Бог благословил всеми благословениями небес. Суть в том, чтобы мы познали для нас, для себя лично открыли то, что нужно нам на этот год. Что нужно нам для снаряжения, служения, жизни, благочестия. Именно для нас. Я понимаю, пророки там пытаются как-то в своем даре двигаться. Это хорошо, это их дар. Но каждый может и имеет способность получить для своей жизни и открыть для своей жизни волю Божью. Аминь. Почему? Потому что мы не в Ветхом Завете живем, и Дух Святой в нас, Бог в нас, Христос в нас. И открытие, откровение, познание оно дает. А потом уже, когда ты слышишь, и это соответствует с твоим призванием и твоим предназначением, и ты слышишь, и оно в тебе резонирует, ты соглашайся с этим пророчеством. Потому что есть разные пророки и разной сферы пророчеств. Одни в одной сфере, другие в другой, третий в третьей. И по функциональности мы с вами должны понимать и принимать то, к какой функции мы относимся, как часть тела Христа. И части тела Христа имеют разную функциональность. И мы должны познавать для себя и не приспосабливаться. Знаете, когда не познал для себя, ты начинаешь приспосабливаться. Ты начинаешь себя подстраивать. Ты начинаешь себя, о, мне это больше нравится, мне как раз вот сейчас это необходимо. Ну да, на сегодняшний день это необходимо. А что завтра тебе необходимо? А что в этом году тебе необходимо? И если ты схватишь пророчество чьё-то для кого-то, для функции его части в теле Христа, ты начнёшь, знаешь, что делать? Ты начнёшь себя приспосабливать. Ты начнёшь себя подстраивать. И ты не войдёшь в полноту тех благословений, которые Бог приготовил именно для тебя в этом году. Поэтому и римлянам 12.2 там написано «Не приспосабливайтесь к образу жизни этого мира». Можно расширить не только этого мира. Можно, знаете, расширить и понять, что также в каких-то хороших вещах мы не должны приспосабливаться к чьим, к какому-то другому пути, пусть даже и хорошему. Пусть даже он имеет плоды в своём служении. Это хорошо. И мы рады. Это хорошее свидетельство за плоды слова или дела. Но если мы будем приспосабливаться к кому-то, тем самым мы можем упустить познание и открытие, и откровение для своей жизни. И написано «Но преображайтесь, обновляя ваш разум, чтобы вы сами, понимаете, сами, индивидуально сами, не кто-то за вас, не я как пастырь, у нас 24-й год, год какой-то, у нас 25-й год такой-то». И все такие «Аминь, пастыр, мы с тобой». А что ты получил? Лично. Сам. И как написано? Сами. Потому что вдруг ты получил что-то другое. Я тебя с миром отпущу. Делай что-то другое, что ты получил для себя. Найди функциональность и делай это функциональности в единстве. Они говорят «Вы не так поете, вы не так молитесь, вы не так проповедуете». Не так по сравнению с какой шкалой отчета. Если Бог мне так сказал, значит, я так. Почему? Потому что я сам молюсь, пощусь и ищу и получаю то, что уже дано. Мы прочитали, да, в Киевисянам 1.3? Дано. Но нужно увидеть и получить. Поэтому здесь написано, чтобы вы сами могли постигать, то есть познавать волю Божью, благую, угодную и совершенную. Вот это и есть познание. И, как всегда, в начале этого года у нас будет трехнедельный пост и, скажем, с 15 по 5. Три недели, где мы сами можем познавать волю Божью. Естественно, мы будем в церкви молиться и будем индивидуально молиться, будем убирать из нашей жизни все то, что нам мешает, все то, что влияет на наше тело, влияет на нашу душу, входит в наши глаза, входит в наши уши, все то, что пытается нас приспособить. Не приспосабливайтесь. Но за год мы приспособились. какие-то, какая-то лень возникла, какие-то, ну, я не говорю о каких-то серьезных, пагубных привычках, но влияние идет, особенно, кто не посещает молитвы, собрания и так далее, где-то могут уклониться мысли, направления, ведения, понимания. Вот. И поэтому мы, как всегда, организуемся для познания. И это классное время, я это время люблю, потому что Бог лично очень много говорит, говорит, для церкви говорит лично, и это время, когда можно утвердиться в Его Слове и держаться этого Слова, скажем, следующие тысяча стадий. Да? Одну тысячу стадий прошли, потом следующие, следующие, следующие. И Бог открывается, Бог не молчит, Бог говорит, и через познание. И Павел молился к Ефесянам тоже о том, чтобы могли понимать, постигать, познавать волю Божью. Давайте прочитаем Ефесянам 3 глава с 18 стиха. Молюсь, Павел молится о церкви Ефесянам, молюсь, чтобы вы, укорененные, и утвержденные и утвержденные в любви вместе со всеми святыми могли понять, в синоде написано, постигнуть, могли понять ширину, глубину, высоту любви Христа и могли познать эту любовь, которая превыше человеческого разумения. молю, молю, чтобы ваша жизнь преисполнилась всей полнотой Божьей. Вот о чем молитва. Чтобы могли познать, понять, и чтобы жизнь преисполнена была всей полнотой Божьей. царстве Божьем полнота, у Бога полнота, у Бога все есть. Если мы сегодня молимся, о, Господь, дай, Господь говорит, я дал тебе полноту, что из этой полноты ты хочешь? Что из этой полноты еще тебе не достает? Как? Мне не достает столько-то гривен, или мне не достает столько-то долларов, или мне не достает столько-то здоровья для моего такого-то органа в теле? Бог говорит, я дал всю полноту. Молитва наша должна заключаться в том, чтобы Господь открой, покажи, и пусть глаза мои будут открыты, чтобы я мог принять, верою принять. не традицией, не формой, не обрядом, потому что даже молитвы, они у нас часто обрядовые. Я говорю о том, чтобы форма молитвы, она не перекрывала содержание. Поймите правильно? Суть в том, чтобы в молитве мы видели полноту Божью и высвобождали полноту Божью. увидеть, высвободить и через веру получить. Почему? Потому что есть полнота. Полнота в церкви. Церковь есть полнота Христа. Да, ефесянам, тоже ефесянам, мы, я люблю ефесянам посланий и полюбите тоже. Первая, третья глава, это очень сильные молитвы апостола Павла. И мы продолжаем ефесянам первая глава с 18 стиха. Опять молитва Павла. И Павел молится, я молюсь о том, чтобы Бог просветил очи сердца. И вы увидели, что представляет собой та надежда, которую Он призвал, сколь велико богатство славы, которые получают наследие святые, и каково безмерное величие Его силы в нас, верующих под действием Его безграничной силы. Этой же силой Бог произвел действие во Христе, когда воскресил Его из мертвых и посадил по правую руку от Себя на небесах, превыше всяких начальств, властей, сил, господств, превыше всякого имени, упоминая Его не только в этом веке, но и в будущем. И все покорил под ноги Христа, поставил Его владыку всего, главою церкви, которая является Его телом, полнотой того, кто наполняет все во всем. Аминь. И мы должны увидеть себя в Его полноте. И второе, мы должны увидеть Его полноту в нас, потому что мы тело Его, Его полнота в нас. Бабе говорит верующих, верующих через веру, через веру. Только верой мы можем получить, только верой мы можем обладать. Никак, никакими обрядами, ничем мы не можем взять, достучаться, там, потребовать, только верой, верой, верой мы берем. Верой мы получаем, верой мы живем каждый день. Не имеешь, значит, не веришь. Гора не сдвигается, значит, не веришь. Нужно поверить. Горы движутся у тех, кто верит. Плоды веры это сдвинутые горы. Плоды веры это сдвинутые проблемы. Плоды веры это результат. Результат открытия, познания, принятия, высвобождения через слово и жизнь в этом слове, потому что в нем вся полнота, в слове вся полнота. Опять слово стало плотью. Христос в церкви, Христос и есть церковь, тело Христа в полноте. Как Иисус ходил в полноте царства, так сегодня от церков полнота царства. И каждый из вас камень живой, церковь, на каждом месте, на любом месте. Верой. Идешь по улице, веришь, что ты несешь полноту царства. Видишь нужду, говоришь из полноты, не из нужды, из полноты. И все в мышлении, все здесь. Имеем или не имеем, получаем или не получаем, видим мы или не видим. Молитва Павла, чтобы глаза Духа, глаза сердца видели, принимали, получали всю полноту. Колоссянам первая глава 17-го стиха. И он есть прежде всего и им стоит. И он есть глава тела церкви, он есть начаток, первенец из мертвых, дабы иметь во всем первенство, ибо благоугодно было отцу, чтобы в нем во Христе обитала всякая полнота. И чтобы посредством его примирить с собою все, умиротворив через него кровью креста его и земное и небесное, и вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти его, смертью его, чтобы представить вас святыми, непорочными и неповинными пред собою, если только, есть условия, если только пребываете тверды и непоколебимы в вере, есть условия, опять вера, почему, потому что все эти обетования относятся к тем, кто верит, тем, кто верит, если только пребудешь тверд, а ты что, не слышал, курс доллара отпустили, я на одну фирму пришел, там, для людей, покупал кое-какое оборудование компьютерное, они такие, так ты что, не знаешь, курс доллара отпустили, дорожать все будет, я говорю, это не курс доллара отпустили, это гривен начали больше печатать, столько-то за квартал сказали напечатать, это инфляция, да, точно, что ж будет, а ты пребывай в вере, для тебя есть упование, обетование, каким бы курс ни был, твоя жизнь обеспечена не курсом, твой холодильник наполнен не от курса, а от полноты, от полноты пребывающего, насыщающего, обеспечивающего, обеспечивающего, тот, который сказал, я есть, я есть в каждом дне, еще завтра будешь только проживать, а я уже жду тебя в завтра, Бог говорит, и я жду в полноте царства, и не приспосабливайся к этому миру, потому что не догонишь, они быстрее все меняют, все там настолько печально, обновляйся умом, принимай Божью полноту, пребывай тверд, и будь непоколебим в вере, имей веру и пребывай в вере, Марк 11 глава 22 стих, Иисус говорит им, имейте веру в Бога, говорю вам истину, если кто-то скажет горе, поднимись и бросься в море, и при этом не будет сомневаться в душе, а будет верить, то есть пребывать тверд, не будет сомневаться, а будет пребывать тверд, и будет верить, что произойдет то, что он сказал, то так ему и будет. не сомневаться в душе, а быть верным, верить, что произойдет, так ему и будет. Поэтому говорю вам, о чем бы вы не молились, чего бы вы не просили, верьте, что вы уже получили это, и будет вам. Как вера действует? Верь то, что ты уже имеешь и будет. Интересные, да, окончания? Временные такие. Верь, что ты уже имеешь. То есть физически это еще не явлено. Физически написано и будет вам. Но вера, она верит, что ты уже это получил. все здесь. И это тяжело, я скажу. Когда Бог что-то открывает в следующий уровень, Бог открывает, куда нужно войти, что нужно делать. Это настолько сложно, что без поста и молитвы, я, наверное, не знаю, как это преодолеть. Почему? Потому что все вокруг физически, душевно, умственно, все вокруг настолько приспособилось, настолько я врос в реальность этой земли и в образ мышления, что просто вырваться без поста и молитвы в новый образ и в новое понимание и получение, это очень сложно. Очень сложно. Я говорю про себя. Может, кому-то легко он такой только прочитал, только подумал, переключился, утром проснулся и ходит в полноте царства. Всех любит, за всех молится, исцеляет, о чем бы ни попросил, все уже явлено. И я понимаю, для многих это сложно. Поэтому и я говорю это слово сегодня в начале этого года. Я приглашаю вас в полноту, ту полноту, которую Бог открывает, ту полноту, в которой Он живет и Он уже есть, как сущий, пребывающий, уже находится, где мы должны быть, но должны познать. Интересное место, интересная ситуация с у Иисуса была и учеников и у народа, которые пережили полноту царства. Помните, когда Иисус накормил пять тысяч? Давайте стихом выше я прочитаю. Луки 9, глава с 11 стиха. «Но народ узнав пошел за Ним». Это после того, как Иисус услышал о смерти Иоанна Крестителя. И Он ушел. Услышал печальную новость и ушел куда-то в пустынное место. Ушел, может, побыть одному. Но народ пошли за Иисусом. И мы читаем, да? «Но народ узнав пошел за Ним. И Он приняв их, беседовал с ними о Царстве Божьем и требовавших исцеления исцелял». Кто пошел за Иисусом? Люди. Сколько людей пошло? Много. Очень много людей. Притом те, кто имел нужду. Они не пошли просто в пустынное место. Почему? Потому что, ну, что там, нечего пить, нечего есть. Нужда их была настолько большая, что они не смотрели на то, куда им придется идти. Несмотря на то, что уже было время позднее. И они пошли. И мы читаем. день же начал склоняться к вечеру. То есть вся та толпа, дальше мы узнаем, сколько это было, да? Вся та толпа, она пошла за ним, день же начал склоняться к вечеру. И приступив к нему двенадцать учеников, говорили ему, отпусти народ, чтобы они пошли в окрестные селения, деревни, ночевать и достали пищу. Потому что мы здесь в пустом месте. И это все три, по-моему, три евангелиста из четырех описывают это место. Кто-то пишет, время уже позднее, место пустынное, отпусти, нечего им есть. Мы понимаем нужду. Но он сказал им, вы дайте им есть. это не пустые слова. Это слова, которые Иисус говорит, вы имеете способность, вы имеете то, что я имею, я вас научил, я вам дал, я вам позволяю их накормить. Они приспособлены к образу жизни этого мира. Вот что значит не приспосабливайся, да? Но со временем каждый из нас, рожденный на этой земле, приспособлен. Веришь ты в это, не веришь? Каждый человек приспособлен. Почему? Потому что нужно было выживать. Нужно было голод, нечего есть, надо идти на работу, работать, зарабатывать деньги, для чего? Чтобы что-то поесть. иногда получалось зарабатывать, иногда кидали на деньги и ты в долгах и нечего зарабатывать и самое дешевое там покупаешь, запариваешь, уже не смотришь на свое здоровье, смотришь на то, чтобы выжить. Это есть приспособление. И у каждого в какой-то сфере есть приспособление. Я не верю, что живущий на этой земле не приспособился выживать. Каждый приспособился. Каждый, кто сейчас живой, я вижу, он как-то приспособился. И часто эти приспособления, они нам говорят, что нам делать. Ученики говорили Иисусу, что ему нужно делать. А Иисус говорит им, что им нужно делать. Они не понимают, глаза закрыты, уши закрыты. Они не видят духовную реальность. Они не видят полноту. При этом они внимательно сидели и слушали вместе с этими людьми о Царстве Божьем. Просто эти люди имели нужду, поэтому они искали ответ. И когда они внимательно слушали, как Иисус рассказывал о Царстве Божьем, знаете, он даже не проповедовал, он просто беседовал. Он просто говорил о полноте Царства, о полноте того, что Отец имеет. Все, что Отец имеет, имеет Сын, все, что имеет Сын, Он делится со всеми. И они, слушая внимательно Его, понимают. О, как это! В Царстве Божьем нет недостатка, в Царстве Божьем нет болезни, в Царстве Божьем нет нужды. Иисус, я хочу, я требую исцеления. И написано, каждый, кто требовал исцеления, он получал исцеление. Иисус исцелял его. Но ученики уже не имели нужду в исцелении. Они просто сидели и слушали. И тут вдруг нужда у народа. И они приспособлены к решению нужды этого мира. А что он говорит этот мир? Что нужно пойти в селение и только там купить. И только там поесть. Это мы сейчас научены. Нет работы или нет зарплаты вовремя, или нет там, что поесть. Ты входишь в тайную комнату. или возлагаешь руки на холодильник, как часто я это делал и реально работает. Почему? Потому что из невидимого происходит видимость. Ты просто видишь эти продукты там. Почему? Потому что Отец Небесный имеет все для Сына Своего. Просто здесь и сейчас их еще нет. И когда ты возлагаешь руки свои и видишь полноту наполняющего все во всем, всякая нужда заблаговолена уже Царством Божьим. Тут вдруг позвонил один клиент, говорит, о, ты мне помогал сдавать квартиру, она освободилась. Аллилуйя! Значит, должны быть клиенты на эту квартиру и благословляешь и благодаришь Господь. И в этот же день, когда позвонил хозяин одной квартиры, в этот же день звонит какой-то человек, говорит, меня оттуда выселяют, мне надо срочно квартиру. Я говорю, есть. И холодильник вечеру наполняется. Знаете, можно, конечно, по опыту многолетнему сесть, рыть те объявления, как я раньше делал, не поверите, в 6 утра бегу в офис, который там оптовые эти продажи газет для оптовиков. Я вместе с теми оптовиков, которые берут газеты, рекламы объявлений для киосков, для магазин, я бегу туда вместе с ними, беру газету, выписываю объявления, вызваниваю эти квартиры клиентам, потом бегаю на перегонки с этими риэлторами, кто первый сдаст и заработает. Вау, как утомительно! И потом, когда я понял, я имею полноту, есть для меня необходимые объекты, есть для меня необходимые клиенты, и если я верю, что я уже имею, значит, я получу. как Иисус сказал, верьте, когда вы просите, что вы уже получили, и будет вам. И вот это сокращение времени, и чем больше ты веришь, сильнее ты веришь, и сильнее ты тверд в своей вере, тем меньше вот это расстояние временное, понимаешь, между тем, когда ты помолился и высвободил слово веры до результата, понимаешь, я знаю свидетельства, когда люди молятся, и во время молитвы они провозглашают определенные вещи, и в это время приходят финансы, в это время отсигналил телефон, зашли финансы, еще не успел домолиться, просто, понимаешь, то есть насколько мы должны видеть, что в Боге нет расстояний, нет времени, в Боге все есть уже, все расстояния в нас, в нашем мышлении, поэтому Иисус говорит, вы дайте им есть, они сказали, у нас нет более пяти хлебов и двух рыб, разве нам пойти и купить пищи для всех этих людей, ибо их было около пяти тысяч человек, но он сказал ученикам своим, рассадите их рядами по пяти десяти, и сделали так, и рассадили всех, он же взяв пять хлебов и две рыбы, и воззрев на небо, благословил их, преломил и дал ученикам, чтобы раздать народу, и ели, и насытились все, и у оставшихся у них кусков набрано двенадцать коробов, нужда восполнена, и ели, насытились все, почему, потому что полноте царства больше, чем те пять тысяч, которые нуждались, ну, там больше люди, да, говорят, не считали женщины детей, ну, такая вот дискриминация была в то время, поэтому тысяч, сколько, тысяч десять, наверное, около десяти тысяч наелись, насытились, ну, и плюс двенадцать учеников, которые не поверили, но они все равно по благодати приняли, поэтому я призываю каждого из вас, не приспосабливайся к образу жизни этого мира, к законам этого мира, лучше обновляй свое мышление, что ты имеешь, в какой полноте ты ходишь, что ты носишь в этих глиняных сосудах, да, эти сосуды в какой-то степени ограничены, как Иисус был ограничен в теле, мог находиться в определенном месте, в определенное время, когда жил в теле, и мы сегодня телом, да, где-то как-то пока еще ограничены, но духовно мы без ограничений, Бог вне ограничений, полнота Божья наполняющая, все во всем вне ограничений, это все доступно тебе, это все доступно телу Христа, потому что Слово стало плотью, Слово стало телом, Иисус тело Христа на этой земле, и мы часть тела, мы неразрывны, мы полнота, Его полнота, через церковь Бог восполняет всякую нужду, восполняет всякий голод в народе, восполняет всякую потребность в исцелении, в питании, в одежде, в жизни, вся полнота в нем, она восполняется, аминь. Аминь. Аминь.